Здравствуйте, в эфире программа «Особые мнения». Меня зовут Владимир Сметанин. На календаре вторник, 2 июля, я приветствую гостю нашей студии, сегодняшнюю Наталью Осипову, доцента кафедры журналистики и культурологии Вятского госуниверситета, генерального директора коммерческого центра «Вятский». Добрый день, Наталья. Здравствуйте. Сегодняшняя программа, надо сказать, будет отличаться, видимо, от многих особых мнений, потому что мы затронем тематику достаточно обширную. Обычно мы говорим о событиях последнего времени, дней, недель. Сегодня мы попытаемся охватить достаточно продолжительный промежуток нашей истории, российской истории, в первую очередь, истории развития предпринимательства и бизнеса. Для многих деловых людей этот отрезок истории стал очень непростым, тернистым, трагичным. Трагедия случилась в вашей жизни. 7 июля 2013-го исполнится 10 лет с момента трагической гибели известного кировского предпринимателя, вашего супруга, бизнесмена, педагога, ученого Анатолия Евгеньевича Корбушина. Я очень благодарна вам, что вы говорите сегодня об этой дате, потому что очень важно помнить. Безусловно. Первый вопрос, не знаю, насколько окажется для вас простым. Но это ужасное событие, гибель Анатолия, вашего супруга, как вы думаете, он стал жертвой эпохи дикого капитализма, назовем ее так, либо это такой абсолютно частный случай, стечение обстоятельств какой-то? Я даже вот... Да, вы задали действительно очень сложный вопрос, потому что, когда происходят настолько трагические события, то всегда хочется найти либо кто во всем виноват, либо оправдать это хоть как-то, например, божьим промыслом, судьбой человека, еще чем-то. Да, это была такая эпоха. Но на самом деле 2003 год это... Я иногда слышу такие вещи, когда я говорю, что вот мой муж погиб в 2003 году, мне говорят, ну что же, тогда же ведь уже не стреляли. Нет, тогда тоже еще стреляли и сейчас стреляют. Есть ли в этом стечение обстоятельств? Несомненно, да. Есть ли в этом знак времени? Увы, это очень горько говорить, что по поколению 90-х прошлась вот эта страшная примета времени, заказные убийства. Но и то, и другое. Увы, и то, и другое. Но знаете, тут есть еще и третье. Для меня, оставшись такой непонятной загадкой, потому что в его жизни и для него его 40-летие было какой-то вот такой мистической датой. Он о нем говорил практически со дня нашего знакомства. Давайте уточним, 26 июня... Да, 26 июня 1963 года, в тот же день, когда родился... 50 лет, соответственно, бы исполнилось 26 июня, дата, которая была недавно. Да, абсолютно точно. Ему должно было быть в этом году 50 лет. Сказать, что какая-то мистика была дата. Вот была мистика в его ощущении, в его ожидании 40-летия. И она была абсолютно непонятной, потому что, ну, все мы переживаем когда-то, что им исполняется 30, 40, 50, 60, некоторые 70, 80, некоторые 90, 100. Чувствуем, какой-то рубеж преодолеваем, да? Да, и в любом случае каждый человек задает себе вопрос, на что я потратил вот эти свои, там, 30, 40, 50 лет жизни. Но для него это была прямо вот какая-то такая дата, в которой он хотел успеть все. Он хотел успеть написать книгу, он хотел успеть написать докторскую. У него была какая-то, знаете, такая гонка внутренняя. Поэтому мне кажется, что у него было ощущение вот этой точки. Я не могу это объяснить вообще никак. Но у меня осталось такое вот впечатление, что он знал. Вот позвольте, немного процитирую Анатолию Евгеньевичу. Видимо, незадолго, да, до смерти были написаны эти строки. «Не хочу я больше никуда в жизни рваться, нестись, работать на пределе, на износ, и тело уже не то, и душа покоя простит». Я торможусь, так как пытаюсь смотреть не в сегодня и не в завтра. Вы чувствовали какое-то настроение такое? Да. Опасное, да? Отношение к жизни изменилось? Было такое ощущение, что он подводит итоги. И это было ощущение последние два года. То есть было ощущение, что он пытается... Я думала, что, наверное, это нормально, что у мужчин где-то в это время кризис среднего возраста, и что вот переборов, внутри себя все это перегоре, вот зажигая, он потом придет к мудрости. Потому что он был великолепным педагогом. У него много учеников, много людей, которых он учил и в университете, и в школе, и которых он учил уже в бизнесе. И у него это получалось. Он совершенно гениально умел увидеть, в какую сторону человеку надо развиваться, и правильно очень его туда, каким-то очень правильным, точным словом или поступком, очень неординарным часто направить. У него это получалось, он это видел, он видел людей. И мне казалось, что вот следующим этапом его жизни должно было стать такое наставничество, которое, конечно, ему бы очень пошло. Ну, как Вы думаете, какая система сформировалась, или он бы сам ее сформировал вокруг себя сейчас, если был бы он жив? Ну, совершенно несомненно, это бы были ученики. И мне приятно назвать тех людей, которых он учил и которые работали в компании. Причем это была такая идея, структура обучения внутри фирмы. То есть, ну, это совсем не похоже на тот бизнес-инкубатор, который сейчас в Кирове существует. Это была идея, что нужно находить молодых талантливых ребят, внедрять их в компанию, растить их и помогать им начинать свой бизнес, который становился, ну, такой дочкой. То есть, он не был абсолютно независим, он был, как бы, следующим ответвлением фирмы. Вот как дерево растет, точно так же, это вот такая вот была идея. И многие из его учеников потом стали очень успешными и бизнесменами, и менеджерами. Я хочу некоторых назвать, я не знаю, все ли из тех, кого я назову, относят себя к его ученикам. Но просто у меня на памяти те имена, которые часто он произносил, и тех людей, которые были у нас дома. Это Александра Касулина, которая сейчас работает в системе «Голос». Да, мы знаем. Это Катя Решкович, которая сменила множество разных направлений бизнеса. Но все-таки недвижимость остается, да? И всегда успешно двигается вверх. Это Александр Левчук, который сейчас является директором МЦ-5. То есть, это целое поколение людей, которые выросли под его влиянием, но которые абсолютно, они разные все. И вот у него этот был дар увидеть в человеке именно то, в чем он будет хорош. И туда его, и в этом ему помочь, его направить, помочь ему раскрыть себя. Такой вот, сейчас коучи этим занимаются, да? Коучинг сейчас становится популярным. Такой личный тренер, который тебя лично выращивает. Ну, тогда этого ничего не было, а вот он это уже делал, и делал очень успешно. Вы знаете, 90-е годы для меня, я тогда был подростком, соответственно, и для меня, по большому счету, воспоминания о 90-х годах – это фильмы Алексея Балабанова. Не знаю, насколько вы им доверяете, но мне как-то они подушают. Там действительно много художественного еще вымысла, но все-таки картинка вот о 90-х какая-то представляется. Я не понимаю, почему бизнес стал вот именно этой сферой, где развернулась такая кровавая бойня. Почему бизнес? Ну, потому что сменился строй. Потому что это была борьба за, не только за собственность, это была борьба за лидерство, это была борьба за власть. Это была возможность... Деньги. Возможность... Я не знаю, это были всегда деньги, но мне кажется, что очень редко, а может быть и никогда, деньги не были первичными. Деньги всегда были чем-то вторым средством для достижения других целей. По крайней мере, для нашего российского менталитета настолько не характерно, чтобы деньги были в главе угла, что я не слышала ни от одного крупного бизнесмена, чтобы он говорил «я работаю ради денег». И даже когда это говорилось, на самом деле за этим стояли какие-то личные амбиции, попытка доказать, что я чего-то стою, попытка подняться во власть, но ведь и попытка подняться во власть этих людей, это была попытка изменить жизнь не только свою, но и своей страны. За этим стоял очень глубинный, очень серьезный патриотизм. Желание сделать в этой стране жизнь лучше и желание участвовать в том, как будет меняться этот мир, изменить этот мир. Поэтому, почему это было так страшно и кроваво, ну а где это было не так? Ну, если проводить с налоги, да, с другими странами, с другими периодами, эпохами, в общем-то, жертв вторых хватало. Да, история вообще кровавая такая. Да, получается, что так. Тоже интересный вопрос, коли уж мы пошли дальше вглубь времен, как изменялось отношение бизнесменов к собственной деятельности, как изменялось к ним отношение государства и как в этой предпринимательской среде постепенно стали отходить от таких кардинальных решений, проблем? Ну, смотрите, я на всю ситуацию в течение 13,5 лет наблюдала со стороны в качестве жены бизнесмена, а затем в течение 10 последних лет в качестве участника этого процесса. В 8 последних лет я являюсь генеральным директором коммерческого центра Вятске, по сути дела продолжая то дело, которым занимался мой муж. Мне совершенно очевидно, что бизнес стал более цивилизованным. Мы научились и стали играть по правилам. Потому что это естественный процесс, но это должно было наступить. Должна была закончиться вот эта вакханалия, когда можно было заниматься бизнесом вообще не ведя никакой бухгалтерии. А что повлияло? Никаких налогов не платя. А что повлияло именно на этот вектор формирования? Ну, государство изменилось. Государство. Законы все-таки? Изменились не только законы, изменилась система контроля. То есть когда-то не было такого понимания, что может прийти налоговая и действительно какие-то серьезные штрафы начислить. Или даже кого-то посадить в тюрьму. Этого не было. Но вы понимаете, у всякой медали есть две стороны. С одной стороны, хорошо, что бизнес стал более цивилизованным и хорошо, что он стал работать по законам. А дальше главный вопрос. Какие законы? То есть те правила игры, которые сейчас устанавливает государство, насколько они стимулируют бизнес и насколько такая система, такая игра, в которой вот эти правила установлены, хороша для дальнейшего развития страны. А государство должно занимать здесь опережающую такую позицию? Или все-таки догонять как-то бизнес? В нашей стране, я не помню, чтобы государство занимало опережающую позицию. В нашей стране государство всегда очень сильно тормозило и всегда догоняло. Что с крепостным правом, что с реформами Петра, это всегда были уже такие, знаете, мы вскакивали в последний европейский вагон, пытаясь сделать то, что уже во всем мире было сделано. И, конечно, если бы бизнес не стал цивилизованным и не начал бы работать по законам, ну, мне трудно сказать, до какой анархии мы могли бы докатиться. Но, да, и та олигархия, которая стала формироваться, она, конечно, тоже не была такой белой и пушистой, какой сейчас хотелось бы нам всем ее видеть. То есть, конечно, это были нечестные игры людей, которые зарабатывали большие состояния разными путями. А потом случилось следующее. Сначала мы все очень радовались стабильности. Первый срок Путина, все, в общем, были очень счастливы тем, что наконец-то наводят порядок. Второй срок Путина, были все уже меньше радостны, потому что все хотели увидеть векторы развития. Не увидели? Усталость некая возникла, да? Да, уже возникла и усталость, и такое, знаете, непонимание, ну, то есть, ради чего? Чтобы с водой-то младенца из купели не выбросить. А очень случилось, на мой взгляд, именно это. Да, мы достигли вот этой стабильности, да, нам нужны были законы, мы их получили. Но гайки продолжают закручивать. Эти гайки уже теперь не стабилизируют бизнес, они его уничтожают. И уже критическая черта пройдена, мы знаем цифры по тому, как бизнес закрывается, склопывается. Я на своем бизнесе это чувствую, что с каждым годом работы станут все труднее и труднее, сложнее и сложнее, прибыль все меньше и меньше. В какой-то момент, знаете, она станет настолько маленькой, что не будет иметь смысла дальше этим заниматься. В моем предприятии этот момент еще не наступил, у многих он наступил, и люди закрывают компанию и уезжают. Как вы думаете, вот это закручивание гаек, оно абсолютно какое-то неосознанное, что говорится о дурости, это все происходит? Или государство знает, ради чего это все оно делает? Это очень интересный вопрос. Что должен наступить в какой-то момент? Нет, ну во-первых, вы понимаете, на каждом конкретном месте живут конкретные люди, которые кроме ценностей государства в голове держат свои личные ценности. И мы получаем то, что в свое время Лев Николаевич Толстой описал в «Ой не имею». Векторы, множество векторов разных желаний и воль, которые складываются в некий, казалось бы, случайный вектор, но который является сигналом исторического тренда. Мы получаем эту картину, и, конечно, очень трудно ее анализировать и понимать изнутри. Вот мы с вами живем в эту эпоху, и нам трудно понять, что произошло за эти последние 20-30 лет. Хотя, чем больше это расстояние проходит, тем лучше это видится. Еще лучше это видится, когда уезжаешь из России в другое место и смотришь с большего расстояния. Расстояние помогает увидеть главные второстепенные и отсортировать эти вещи. Но то, что не от дурости, это точно. И как мне неприятно то, что происходит сейчас в государстве, я понимаю, что те люди, которые наводят порядок, они внутри себя тоже руководствуются самыми благими намерениями. Они уверены, что это нужно этой стране. Они уверены, что оппозиция, которая сейчас пытается крикнуть «Мы теряем свободу!» Мы то, ради чего боролись, ровно это и потеряли. Мы возвращаемся к 1937 году, мы возвращаемся к сталинской тоталитарной системе. Они этого не слышат. Им кажется, что это дети малые, которые не ведут, что творят. И обе стороны друг друга обвиняют в дурости, а не та, не другая. На самом деле и у той, и у другой стороны очень чистые. Ну, я не знаю, насколько чистые. Может быть, я тут погорячилась. По крайней мере, мои друзья, которые принадлежат композиции, я совершенно точно знаю, что это люди с чистым помыслом. У меня меньше друзей в структурах власти, поэтому мне трудно судить об их помыслах. Мне хотелось бы верить, что у них тоже помыслы, по крайней мере, чистые. Но благими намерениями мы не знаем, куда там поделиться. А предпринимательское сообщество, оно способно высказать какую-то консолидированную свою точку зрения по отношению мер, которые принимает к нему государство? Существует ли такая площадка? Возможно ли вообще это? Вятская торгово-промышленная палата, Лига предпринимателей. В Кировской области есть несколько объединений предпринимателей с разной степенью активности, которые пытаются наладить диалог бизнеса и власти. В разные периоды им это удается с разной степенью успешности. Ну, не знаю. Мне кажется, что, например, гражданская палата совершенно себя не оправдала и абсолютно оказалась мертворожденным дитя. Она не представляет общество, увы. А зачем тогда она нужна была? Она ради этого создавалась. Вятская торгово-промышленная палата, членами которой мы являемся, она собирает, по крайней мере, круглые столы, на которых есть возможность решать какие-то вопросы. В частности, год назад была очень острая ситуация с РЖД, с железными дорогами. И в ходе довольно длительной такой, даже не войны, а такого, знаете, диалога полувоенного, мы все-таки решили те проблемы, которые перед нами стояли. Хотя, когда я говорила, что у нас сейчас идет война с РЖД, на меня смотрели с улыбкой. Ну, как бы это же смешно. Коммерческий центр вятский и РЖД. Где вы, где РЖД, естественно, федеральная структура государства. Тоже очень интересный вопрос. Безопасно ли сейчас заниматься бизнесом? В смысле жизни? В безопасной жизни, да. В безопасной жизни. Да, непосредственно людей занятых в этой сфере. Вы знаете, даже если сейчас не убивают, то сейчас бизнес, сейчас сажают. Вот 26 июня день рождения моего мужа, 26 июня тоже 63-го день рождения Ходорковского. Две судьбы одного поколения. Один был убит, второй сидит. Вроде бы вот в таком раскладе получается, что сидеть лучше, да. Но есть еще третья история. Людей, которые не сели, которые живут, работают, но которых эта мясорубка перекрутила. Я вот по себе чувствую. И они впитали в себя. Да, это все равно, это не просто трансформация личности, это такая очень жесткая деформация личности и насилие над личностью. Потому что сегодняшний бизнес и вот, например, все контакты именно с властью, с чиновниками, они требуют выработки тех качеств, которые совсем себе не хочется. Поэтому первая сторона, это то, что с точки зрения личности это всегда небезопасно. Всегда. Даже если у человека все идет очень хорошо. Вторая сторона, насколько это безопасно для жизни сегодня. Я не могу вам сказать, что это безопасно даже для жизни. И даже сегодня. Мы меньше слышим историй, вот каких-то таких страшных, кровавых. Но что произошло с теми бандитами, которые в 90-е годы вот такими методами действовали, которые так прекрасно описал Балабанов. Абсолютно, конечно, точно поймавший атмосферу эпохи. Он атмосферу показал. Эти все люди стали бизнесменами. У них стало много денег. Они окружили себя менеджерами. И они перешли в новые качества. Управленцев. Теперь они через суды, это на самом деле не только российская история. Крестный отец показывает эту же самую историю. Первое поколение, которое убивали, и второе поколение, которое это все делает уже в судах. И если убивают, то более страшно, цинично и массово. То есть, к сожалению, ни люди не изменились, ни эти люди никуда не делись. Просто система стала работать через другие потоки. И сейчас юристы более страшные люди, чем киллеры. К сожалению. Может, к счастью, я не знаю. Это цивилизованная система, вы считаете? Или все-таки нужны какие-то рамки? Ну, да, она цивилизованная, если это юристы, правильно? Да. Ну, вот смотрите, сейчас мы с вами разговариваем, я не знаю, закончилось сегодня заседание суда, сегодня очередной день суда. Навальный. Да, по Кирофлесу. По Кирофлесу. Или так же продолжается еще. Вот. То есть, вот что сейчас происходит там. Сейчас происходит ровно эта же самая история. Человека, который кому-то не угоден, репрессивными методами через суд выкидывают из той системы, в которой он был эффективен. А он был очень эффективен в борьбе с коррупцией. То есть, можно про Навального говорить все, что угодно, но что с коррупцией он работал очень эффективно, и он находил эти схемы, он раскапывал это, это известно. И это, с этим не спорит никто. Ну, вот цивилизованно то, что его не убили, а осудят. Ну, да, это цивилизованно. Нравится ли мне такая цивилизация? Нет, мне она не нравится. Ведь есть еще разница этой системы законов. У нас есть система законов, она работает. Но она работает так, что это не приводит к развитию ни бизнеса, ни государства. Мы теряем, и мы теряем демографически, мы теряем с точки зрения промышленности. Сегодня, вы знаете, последнюю новость, снова упала ракета. Да. Как? Ракета Протон, Кальканури. Как это может быть? Миллиарды. То есть, это потеря нашей страны. И это потеря репутационная, не только финансовая. Мы теряем одно за другим. Поэтому, вот, хорошо, что стабильность? Да, хорошо. И, вы знаете, я заплатив такую цену, моя семья, мои дети заплатив такую цену, я понимаю, о чем я говорю. Но, я вот думаю, смог ли бы мой муж, наверное, бы смог, он, наверное, бы смог найти путь развития бизнеса в этой системе. Но я вот, например, не могу. Все происходящее, не кажется ли вам, что это предвестие какого-то взрыва? Ну, такие настроения... Что-то такое должно произойти. Ну, смотрите, сейчас много пишут о том, что в поединок власть-оппозиция, власть круто выигрывает. По всем позициям, да, власть выигрывает. Что она выигрывает на самом деле? На самом деле она выигрывает позицию, да, которая ей позволит еще стать жестче. То есть у Путина нет выбора. Он, выбрав вот этот вот репрессивный механизм, он уже вынужден идти по этому пути. Почему это плохо? Потому что если бы, даже с очень неорганизованной, может быть, с каких-то позиций слабой, но все-таки существующая оппозиция, эта оппозиция, это и есть наше гражданское общество. Какое бы оно ни казалось власти, оно существует именно в этом виде. Если бы он нашел в себе силы, мужество сесть и обсудить за столом переговоров сегодняшнюю ситуацию, если бы он скорректировал... Ну, видите, вот я сейчас говорю, и опять у меня он, он как будто у нас с вами монархия, царь-батюшка, да? Получается, что никакого у нас, в общем, демократического государства и нет. А вот это экономическое амнистие, решение, которое вроде бы должно уже быть принято, насколько это повлияет, насколько изменит ситуацию? Мы с вами, это кажется, обсуждали несколько недель назад. Но тогда это не прозвучало результат Путина еще. Я думаю, что да, я думаю, что это будет хорошо в любом случае. Я думаю, что, может быть, это и как раз попытка сделать этот шаг вперед, шаг навстречу. И это, конечно, очень позитивно, но давайте дождемся первых результатов. Да, когда уже притворяться это будет непосредственно в жизнь, и как это получится. Наталья Усипова в студии «Особого мнения» на 101.0, у нас сейчас небольшой перерыв, очень скоро вернемся. Продолжается особое мнение. Меня зовут Владимир Сметанин. Мои гости сегодняшняя Наталья Усипова, генеральный директор коммерческого центра «Вятский», доценка в трижурналистике и культурологии Вятского государственного университета. Продолжаем говорить про предпринимательство. В последнее время очень много слышу историй о том, как наши кировские предприниматели покидают родину, малую родину, уезжают и открывают бизнес где-то за границей. Причем получают там огромные послабления, налоговые, прочее и так далее. Вот просто приезжают, заводи бизнес, все. Вот этот отток предпринимателей. Мне даже трудно представить, что в масштабах страны происходит. Это какими тысячами или десятками тысячами люди у нас уезжают. Как Вы оцениваете эту ситуацию? Я не знаю, каким образом подсчитывают эти цифры, но цифры эти возможно подсчитать, и это миллиардные убытки. Но знаете, я подумала, что тот человек, который мог построить бизнес в России, это, знаете, как прошел советскую армию, ему после этого ничего не страшно. Именно советскую? Советскую, да. Не Россию. То есть с дедовщиной, со всеми такими прелестями. Поэтому, конечно, они оказываются способными подстраиваться к любой другой ситуации. И с точки зрения, ну мы же все понимаем, что мы живем в глобальном мире, да? И с точки зрения судьбы этого человека, и с точки зрения распространения русской культуры, и с точки зрения даже развития русского бизнеса, может быть, это и неплохо. Второй вопрос, хорошо ли это для нашей страны? Это не может быть хорошо, потому что это отток людей, и это отток капиталов. Но если, как только мы с вами говорим, а что сделать, чтобы этого не было, у нас тот разговор, который уже много раз повторяется. Нужно изменить налоговую систему, нужно создать инвестиционно-привлекательный климат. Это известные, это легкие посты. Ну то есть это все не какая-то сложная история. Это легкая история. Если она не происходит, то она не происходит по воле вполне определенных людей. Игры, интересов и политики. Это грустно. К чему это приведет? Вот знаете, еще совсем недавно, когда у меня старший сын заканчивал школу, ему было 17 лет, и мы обсуждали его будущее, он совершенно... И это физико-математический рецепт, то есть это, скажем так, лучшие дети нашего города. Умные мальчики, которые знают хорошо математику, и которые действительно способны что-то сделать. Сейчас в гуманитарной гимназии обедятся. Кировский лице естественных наук тоже. Да, я прошу прощения, я просто лучше знакома с ситуацией физико-математического лицея. У меня младший в экономико-правовом, тоже прекрасный совершенно лицей, учится. Кстати, у нас вот это вот среднее образование в городе Кирове, на самом деле, очень хорошее, качественное. Наши дети легко по этому везде поступают. Так вот, я сейчас вспомню одноклассников своего сына, которые не хотели уезжать из России, которые готовы были жить и работать здесь. И вот прошло пять лет, они закончили университет. И как сильно изменилось их настроение. Насколько в этом настроении вдруг появилась, с одной стороны, вот эта вот открытость и свобода выбора, то есть для них сейчас все равно, где работать. Где платят, они туда готовы ехать работать. А с другой стороны, вроде бы открытость это хорошо, а с другой стороны, появилось понимание того, что здесь работать гораздо сложнее и с точки зрения финансовой невыгодно, гораздо менее выгодно, чем на Западе. А не проигрыш ли это какой-то личностный, профессиональный проигрыш? Бросить все и уехать. Ну просто душа русского человека, она достаточно противоречивая всегда. Вот ректор Решки, просто все бросил и уехал. Да, я сказал, просто не хочу сидеть. Проигрыш это его или нет. Просто не хочу сидеть. Я его очень понимаю. Мне кажется, что это серьезный аргумент. А у вас никогда не возникало желания попробовать себя? Уехать? За границей дали его Анатолию Евгеньевичу в свое время. Я много езжу и много путешествую. Я прекрасно знаю, что в любой другой, по крайней мере, европейской стране, не менее жесткие законы, чем у нас. Там есть тот плюс, что законы все-таки обязательны для всех. У нас этого нет, а у них это есть. Но там, например, гораздо более высокие налоги, еще более высокие, чем в России. Там, естественно, ну знаете, это как вот, ну то есть, чтобы нырнуть в другой бизнес, нужно получить здесь какую-то уж такую серьезную проблему, с которой я точно не справлюсь, что вот у меня смелости не хватает. Я об этом думала, и я поняла, что вообще говоря, никто нас нигде не ждет. И там себя утверждать будет не легче, чем здесь. А с другой стороны, знаете, как-то так просто по-человечески, приберись сначала у себя дома, а потом иди куда-то там со своими законами. Мне кажется, что нужно, мне бы искренне хотелось сделать хорошо там, где мы живем. Но если система будет дальше закручивать гайки, если свобода будет еще меньше, вот, например, если они ограничат свободу выезда, да, если будет еще меньше свобода слова, которая сейчас все-таки есть, она есть. Мы можем открыто критиковать власти, президента. Это пока все возможно. Но свобода слова, правда, не только в критике может выражаться, да, можно сказать, своих мнений. Ну, да, сейчас как раз все последние запретительные законы, они ровно на эту область наступают. И вроде они наступают на нее с такой милой семейной сферы, да, вроде бы. Но как только ты начинаешь думать, что в твой дом, в твою постель попадает какой-то депутат в Госдуму, как-то очень неприятно становится. Но если это будет дальше продолжаться, то движение станет массовым. И это будет... Трудно сказать, понимаете, вы вспомните, что в 17-м году весь цвет нации был либо вырезан, либо выгнан из страны. И страна все равно... Философские пароходы, да, и так далее. Давайте сейчас подумаем все-таки о том, что же после нас-то останется. Вот пройдут десятилетия, и что новое поколение, жители нашей страны будут знать об этом непростом времени, развитии бизнеса в 90-е, в 2000-е годы. Как тут не вспомнить Мединского министра культуры, который сказал о том, что в едином учебнике истории неплохо бы поставить точку в 2000-е годы, да, и путинский период уже не освещать. Мне, честно говоря, страшно. У меня вот историческое образование, мне страшно. А вы готовы написать историю путинского времени? Может быть, но не сейчас. Понимаете, Владимир, такая задача написать историю современности действительно очень сложная. Испугало нас всех то, что вроде бы как бы это критиковать время нельзя, и испугало, что из сталинского времени вдруг взяли да вырезали репрессии, вдруг стали глянцевым лаком покрывать историю Великой Отечественной войны, которая не была глянцевой. И это нечестно по отношению к нашим предкам и к нашим дедам, которые воевали, так показывать историю войны. И вот это вот страшно. Но все дело в том, что всегда, вот российская культура, к сожалению, всегда существовала в двух модусах, официально и неофициально. Никуда эта информация не уйдет, ведь ни вы не забудете, ни я не забуду. И мы расскажем нашим детям. Поэтому это просто уйдет снова обратно в неофициальную историю. Будет снова самоздат. Мы еще раз... Знаете, говорят, что история повторяется дважды второй раз в форме фарса. Вот мы вступаем во вторую стадию фарса. Повторение всех этих же самых моделей, которые мы знаем. Мы знаем, к чему это приводим. Мы понимаем, что теряет от этого общество и страна. Но вы, наверное, как историк на это смотрите и анализируете. Пытаюсь, по крайней мере, да. Да, но есть хороший всегда выход из того, что вы сказали, что мы оставляем после себя. Мы после себя оставляем своих детей. Для того, чтобы они это домыслили, додумали, увидели. Мы бросаем вот эту веточку в завтрашний день, который... Тот росток, который построит и придет к этому светлому завтра. Почему бы фактологию не отобразить в учебнике «История» то, что было в 2000-е годы? А как вы будете фактологию отображать? Какие факты вы возьмете, а какие вы берете? Как вы станете выбирать факты? Тут уже нужна методика, да? Тут нужна идеология. Идеология, да. А идеологии нет. Мы живем в ситуации непринятой госидеологии. Она есть, она сформулирована, она транслируется, но она не принимается широкими слоями общества. И есть другая идеология, прозападная, которая оппозиционно государственно выстраивалась всегда. По определению она не может выстраиваться иначе. И с точки зрения этой идеологии надо подбирать другие факты. Надо подбирать другие имена и другую историю. Конечно, весь вопрос единого учебника, что мы, например, можем написать два учебника. Или мы можем написать десять. Официальных и неофициальных. Два официальных учебника, да. Ну вот, конечно, в сегодняшнюю эпоху интернета обо всем этом говорить немножко смешно, потому что информация открыта и очень доступна. По-настоящему серьезной проблемой будет, когда начнут, как в Китае, закрывать некоторые сайты. Кстати, на это тоже уже первый шаг, первая какая-то ступенечка была сделана. И уже пытаются и интернет, пространство каким-то образом контролировать и подвергать запретительным нерам. Но в Китае наверняка это подчиняется какой-то идеологии. Конечно. А идеология Китая, ну не знаю, догнать и перегнать? Такая она посткоммунистическая. Они сохранили всю идеологию коммунизма и надстроили над этой идеологией, да, вот этот вот бешеный промышленный прогресс. Да, догнать и перегнать все враги, а нас миллиард. Хорошая идеология. На самом деле, по-моему, жители Индии больше, чем китайцев. Ну знаете, Индия с их миросозерцанием как-то значительно меньше пугает. А у китайцев у них и атомное оружие есть, и амбиции, и промышленный рост совершенно фантастический. У нас остается буквально 2-3 минуты до конца программы «Особое мнение». И мне хотелось бы все-таки вернуться к личности Анатолия Евгеньевича. В чем он остался сейчас? Дети, творчество? Ну, осталось несколько написанных книг. Книг по теории управления, о стратегии, о тактике как раз того, как выстраивать компанию. Словари терминов, которые он вместе со своими студентами делал. Остались некоторые статьи. Вот я очень хотела бы найти статью. У него была статья такая о невротическом синдроме российского электората. Где он показывал, как нами управляют, точно так же, как управляют врачи невротиками. Это как раз было время выборов, когда можно было вот этими технологиями манипулировать. Пиар, черный пиар. Да, абсолютно. Водку. Были абсолютно. Вот, и осталась книжка «Сюжет о стратегии капитализма в России». Художественная книжка, которую я издала через три года после его гибели. И в которой, наверное, так же, как в фирмах Балабанова, отобразилась эпоха. И по этой книжке, вот я завтра встречаюсь в Москве с режиссером Мариной Разбешкиной. Она хочет сделать фильм по этой книжке о поколении 90-х. Это огромная новость, да? Это еще не состоявшаяся новость, мне бы не хотелось спугнуть. То есть вот завтра мы поговорим и узнаем. Ну, я узнаю, что это такое будет. Но вот от нее поступило такое предложение. Я думаю, я бы очень хотела надеяться, что это состоится. Потому что на самом деле, если невозможно пока историческая рефлексия, то художественная рефлексия в какой-то степени заменяет ее и помогает нам понять произошедшее. Она быстрее, да, происходит. Она происходит быстрее, она считывает время. А ваши дети, они в бизнесе? Не, у меня еще маленькие дети. У меня старший закончил в этом году вот только-только Мехмат МГУ. А, прости. И будет поступать в российскую экономическую школу в РЭШКО. И заниматься экономикой, как я надеюсь, он уже работает в консалтинге. А младший закончил девятый класс экономикой правового лицея. Вот, так что... Меня очень удивили имена. Арсений и Савва, да? Ну да. Но там целая история, на которую у нас с вами, к сожалению, уже нет времени. К сожалению, да, завершается уже наше мнение. Спасибо за беседу. Это было особое мнение Натальи Уосифовой, доцентка кафеджурналистики и культурологии Вятского государственного университета, генерального директора коммерческого центра Вятский. И удачи вам. Я услышал, что вы будете в Москве. Удачной поездки. Спасибо. Ну и, безусловно, будут новые поводы для нашей встречи. Так что прощаемся ненадолго. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания.